В этом году сфера мирового туризма восстановится на 95% до пандемийного уровня. Такой прогноз сделали эксперты Всемирного совета по путешествиям и туризму. По подсчетам специалистов, объем финансовых вливаний в глобальный туристический сектор достигнет 9,5 триллионов долларов. Это всего на 5% ниже уровня до ковидного 2019 года, когда международные поездки были на историческом максимуме. Подробнее в сюжете Ассель Абдакалыковой. Это деревня Нюцзяфан на северо-западе Китая. Ежегодно ее посещают свыше миллиона туристов. Им предлагается дегустация национальной кухни, попробовать себя в древних ремеслах и многое другое. Увидев потенциал в некогда заброшенном населенном пункте, сейчас деревня возрождается. Сюда возвращаются бывшие жители, открываются точки общепита и гостиницы. Этот фермерский дом достался мне в наследство от отца. Он построен 40 лет назад. Мы сохранили его первоначальный вид и сделали небольшой ремонт. Раньше отсюда уезжало много молодежи. Сейчас все по-другому. Деревня живет, открываются новые предприятия. А жители Ирака наслаждаются живописными видами озера Дюкан-Дам. Оно стало полноводным после обильных ливней. По данным местных туроператоров, только за последние несколько недель регион посетили свыше 50 тысяч человек. Отели на берегу стали самыми востребованными у отдыхающих. Напомню, Ирак в течение нескольких сезонов подряд страдал от сильной засухи. Из-за этого уровень воды упал до критической отметки. В этом году здесь очень красиво было. Много дождей и озеро как будто ожило. Мы приехали сюда, чтобы насладиться природой. А вот посетить индонезийский остров Бали в ближайшее время, возможно, станет сложнее. Местные власти хотят ввести квоты для иностранных туристов. Им необходимо будет регистрироваться за год до планируемой поездки, а затем еще ждать своей очереди на въезд. Меры вводят из-за того, что путешественники все чаще нарушают правила и ведут себя вразрез с местными законами. Сейчас инициативу обсуждают в Индонезийской ассоциации отелей и ресторанов. Между тем, по данным аналитиков, сфера мирового туризма в этом году восстановится на 95%, а доходы от сектора достигнут 9,5 триллионов долларов. Вместе с тем продолжает расти и уровень занятости в секторе. Только в прошлом году мировая туристическая отрасль обеспечила работой почти 300 миллионов человек.